Алена Алексина. Суть вещи. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Каждая вещь уязвима. Иосиф Бродский. Новая жизнь. К тебе плыву я все сокрушающий, но не все покоряющий кит. До последнего бьюсь я с тобой. Из глубин ада я вонзаюсь в тебя. Во имя ненависти исплюю я последнее дыхание на тебя. Герман Мелвилл. Моби Дик. Эпизод 2280. Лиза обернулась к телевизору, но фильм прервали не ради рекламы. На экране дрожало лицо ведущей. Прослушайте экстренное сообщение. Сказала она и Тим прибавил звук. По экрану поползла линия субтитров. Сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Пермской области. По словам очевидцев, неподалеку от городской клинической больницы номер 2, злоумышленник напал на… В этот момент на экране появилось увеличенное фото. Черно-серые зерна, скошенный уголок. Лиза всмотрелась и резко выдохнула. Потом еще раз. Страх переместился в пальцы. Она силой провела ладонями по шершавым рукам толстовки и по грубому льну брюк. Накатила тошнота и одновременно с ней желание немедленно набрать бегущий вдоль экрана номер. Она потянулась было за телефоном, но вспомнила, что его пришлось отдать. Тем временем ведущая продолжала. Обстоятельства похищения сходны с событиями, происходившими в Пермской области более 20 лет назад. В городе и области объявлен план перехват. Даже хорошо, что телефона нет. Что Лиза сказала бы, позвонив? «Здравствуйте», сказала бы Лиза. «Бабушка хорошо воспитала Лизу. Лиза воспитанная. Лиза точно знает, чья это фотография», определенно сказала бы Лиза. На всякий случай она ощупала карман. Паспорт был на месте. Если бы только у неё был телефон. Лиза глянула на Тима и тут же отвела глаза. Он подошёл и зачем-то похлопал её по плечу. «Бить нельзя», — пробормотала она, отстраняясь, и Тим, помедлив секунду, молча вернулся на своё место и снова уставился на один из мониторов. Ей очень не хватало света, воды и возможности убежать. Во что она впуталась? Что теперь будет? Ещё вчера она азартно просчитывала схемы и способы, но теперь пыль и темнота этой маленькой комнаты поймали её. Выхода не осталось. Лизина фото исчезло с экрана. Продолжился фильм. Тимур убавил звук. Лиза изо всех сил сосредоточилась на еле слышном звоне своих браслетов. Лишь бы не закричать. Часть первая. Вещь. Не есть сознание вещи. Алексей Фёдорович Лосев. Самое само. Эпизод 2261. Вещи в гостиной не слишком-то разговорчивы. Это и неудивительно. Гостиная напоминает операционную больше остальных комнат. Белоснежные стены, чью безупречность не так просто сохранить, когда в семье двое небольших детей, выстиленный отбелённым дубом, будто отскобленный пол, слишком марки, чтобы ходить по нему, или совсем уж дикая фантазия завести детям собаку. Обманчиво мягкая молочного цвета мебель с никелированными ножками и подлокотниками, на которые нельзя класть локти, иначе пятно. Среди прочего в обязанности Лизы входит ежедневно возвращать металлу сияние. А в те дни, когда ожидаются важные гости, Владимир Сергеевич требует пройтись по подлокотникам прямо перед приёмом. Хотя всё бесполезно. Едва уловимый нежный запах полироля мгновенно перебивается вонью виски и жареного мяса. Гостиную проектировал какой-то известный дизайнер. Пытаясь её оживить, он перечертил потолок балками, тоже белого дуба, разумеется. А под огромным телевизором установил камин. Не слишком-то настоящий, как и всё в этом доме. Яся любит посидеть у огня, так что зимой Лиза ежедневно заливает в тщательно замаскированное искусственными камнями отверстие специальную жидкость. Помимо обязательных латексных перчаток, которые Лиза то и дело меняет на новые, для камина она надевает ещё и очки, чтобы, если брызнет в глаза, не пришлось промывать их проточной водой. Лиза не терпит прикосновений, тем более к глазам, тем более проточной воды. При мысли о воде в глазах её передёргивает. Тыльной стороной кисти она глубже надвигает очки и тщательно целится. Лить нужно аккуратно, медленно, чтобы никаких капель вокруг. Поднесёшь горящую спичку, и жидкость на камнях загорится почти настоящим огнём. Но такой огонь смущает Лизу, и она старается на него не смотреть. А вот от козы отвести взгляд не получается. Она как раз очень настоящая, хотя совсем не живая. Козой и моей зверюшкой Владимир Сергеевич зовёт рогатый олени череп, висящий над чёрной дырой экрана. Владимир Сергеевич так им дорожит, что угрожал уволить дизайнера, если тот не сумеет вписать козу в интерьер. Рассказывая об этом, Владимир Сергеевич похохатывает и засовывает руки глубоко в карманы домашних штанов. Время от времени он взбирается на низенький угол камина, чтобы проверить, хорошо ли вытерта пыль. Неторопливо проводит рукой по изгибам рогов и шарит пальцем в глазницы. Отчего-то всегда в левой. Вот на это Лиза совсем не может смотреть. Лучше уж завитушки на камине протирать, чем смотреть на такое. Владимир Сергеевич любит упомянуть, что искал идеальный череп и идеальные рога. А потому пришлось убить целое стадо оленей, чтобы было из чего выбирать. Выбирать следует только наиболее совершенное, повторяет он. В ряду прочих идеальных вещей, которыми с гордостью обладает Владимир Сергеевич, важное место занимает Яся, его жена. Когда Владимир Сергеевич заговаривает о совершенстве Яси, Лиза невольно воображает целую толпу Ясь, из которых он придирчиво выбрал свою. Хорошо, что её не потребовалось вешать над камином. Не то пришлось бы перебить целую толпу идеальных женщин. Лиза беззвучно скалится, но потом одёргивает себя. Яся Васильевна хорошая, не стоит такое воображать. Наверное, Владимир Сергеевич и даже любит её, потому что охотно терпит немногие проявления её несовершенства. Например, смехотворную любовь к вышивке. То и дело, на диванах появляются живые подушки. Разнокалиберные, яркие, с кистями и вышивкой. Яся дарит диваном то одному, то другому по одной подушке в год. Всего подушек одиннадцать. В обязанности Лизы входит, узнав о предстоящем приёме гостей, надеть на подушки льняные чехлы в цвет сизалевого ковра. Яся пыталась протестовать, но Владимир Сергеевич рассердился и сказал, что без чехлов на подушках гостиная выглядит неоднородно и разномастно. Слишком живенько. Яся вздохнула и подчинилась. Слово «мещанство» никто не произносит, потому что и само она основательно скомпрометирована благородной нищетой, которая без приглашения явилась к прадеду Владимира Сергеевича, профессору Дервиенту, бестрепетно вспорола брюшки всем двенадцативенским стульем с парадной атласной или практичной гобеленовой обивкой и заменила их тремя плохо сколоченными и небрежно ошкуренными табуретами, одному из которых пришлось быть еще и колченогим. Но в том, что Владимир Сергеевич морщись при виде вышитых диванных подушек подразумевает именно мещанство, сомнений нет. По крайней мере, у Лизиной бабушки. А Лизе вообще все равно. Лиза приступает к уборке не сразу. Требуется особый настрой, чтобы пуститься в это плавание. Обмирая, входишь в воду, останавливаешься на небольшой глубине, вода уже доходит до талии, а выше, где диафрагма. Самое теплолюбивое, самое уязвимое местечко, и ты ежишься и не решаешься ринуться в глубину. Но потом совершаешь над собой усилие, и оно всегда бывает значительнее, чем тот крохотный шажок, который приходится сделать физически. От настроя зависит целый день, поэтому некоторое время, сменив перчатки после заправки камина, Лиза пытается его поймать. Сегодня для этого требуется переложить подушки так, чтобы они лежали по возрастающей. От самой большой, квадратной, с прованским пейзажем, до самой маленькой, продолговатой, с изящной веткой цветущей сирени. Выравнивая подушки по линиям трех взаимно перпендикулярных плоскостей, Лиза замечает на одной из них длинные волоски. Конечно, Катюшины. Они впутались в вышитый лепесток и почти незаметны. Но теперь Лиза о них знает, а значит, придется извлекать. Латекс перчаток цепляется за волоски и противно скрипит. Так что Лиза вздыхает и стаскивает перчатку. Она прикасается к подушке с морщенными кончиками пальцев, вглядывается в рисунок и начинается разговор. О том, что Лиза разговаривает с вещами, знает только Митя. Хотя это больше похоже на кино, чем на беседу, но чтобы объяснить все бабушке, пришлось бы, наверное, начинать с комиксов. Когда комиксы только появились, бабушка скупала их пачками и изучала вместе с маленькой Лизой, подробно объясняя каждую позу, фразу, тренируя Лизу понимать, как выглядят люди, когда скучают, обижаются, хвастаются или сердятся. Лиза так до конца и не научилась распознавать чужие эмоции, зато обзавелась обширной библиотекой образов и сравнений, которая здорово помогает, когда совсем ничего не понимаешь, а объясниться нужно. С вещами таких сложностей у Лизы не случается. Если задержать на чем-нибудь взгляд, на чем угодно, будь то старенькая кукла или обшарпанный пластиковый брелок, вещь тут же начинает сыпать неясными образами. Чаще всего бессвязные обрывки, конечно, но иногда, редко. Если как следует сосредоточиться и прикоснуться рукой, чтобы заякориться попрочней, вещь рассказывает историю. В детстве Лиза представляла, что она супергероиня, наделенная необыкновенным даром. Став старше, она перестала считать себя необычной. Кто-то зачитывается толстыми романами, а Лиза предпочитает вчитываться в вещи. Ничего особенного. Бабушка утверждает, что таких, как Лиза, полным-полно. Они не понимают шуток, не любят чужого общества и прикосновений, редко заводят семью, зато, наверное, в качестве небольшой компенсации. Безупречно рисуют города по памяти, или сочиняют музыку, или знают много языков. Лизе, к примеру, достались числа. А еще разговоры с вещами, раз уж с людьми не слишком-то получается, добавляет Лиза про себя. В остальном-то бабушка знает ее вдоль и поперек, и Лизе становится щекотна, когда она думает об этой своей недомолвке. Иногда Лиза представляет свой мозг отдельным существом, подселившимся в ее пустую голову. Засел в черепной коробке, умный и важный, и быстро-быстро, с математической точностью, просчитывает все варианты событий, а потом демонстрирует ей результат. Вполне возможно, что мозг при этом чувствует гордость, как кот, притащивший мышь в подарок хозяйке. Но Лиза не знает наверняка. Лиза много экспериментировала и усвоила. Чтобы увидеть кино, надо просто обратить на какую-то вещь внимание. Наверное, думает она, читать вещи мог бы каждый, если только сумел бы по-настоящему их увидеть. Это как у некоторых с книгами, думает она. Буквы в слова складывают многие, даже Лиза умеет. Но перенестись в книгу и увидеть картинки, о таком она только слышала. У нее самой никогда не получалось. Слова шалят, разбегаются по строчкам, не хотят складываться в картинку, даже врут иногда. Иное дело вещи. Лиза берет в руки подушку и замирает. Она видит Ясю с иголкой и пяльцами в руках. Ясю укололась. Крохотная капелька крови медленно падает на неоконченный лепесток пиона. Яся вздыхает, откладывает вышивку и выходит из комнаты. И тут же к пяльцам подбегает Катюша. Она очень торопится. Ей тоже хочется попробовать. Мама недавно купила ей собственный набор для вышивания, но там ужасно глупый рисунок. Мишка и воздушные шарики. Всего-то четыре цвета. Как для малышни. А Катюше ужасно хочется огромный сложный пион, который составлен, кажется, из тысячи оттенков. Девочка хватает пяльца и торопливо делает пару стежков. То-то папа удивится и обрадуется, когда она расскажет ему, что помогала вышивать. Но слышит мамины шаги, пытается отбросить пяльцы и обнаруживает, что в торопях захватила стежком несколько волосков, будто пришила себя к пиону. Мама увидит, заругает. Катя дёргает сильнее, чуть слышно ойкает и едва успевает отпрыгнуть от дивана, когда в комнату входит Яся, задумчиво посасывая большой палец. Катя невольно хохочет. «Ну, мама, ты как маленькая». Яся мельком глядится в начищенную стенку камина и тоже хохочет. Они обнимаются и затевают шуточную возню на диване. На секунду Лизе кажется, что её щекочет и тормошит мама. Она вдыхает тёплый, давно забытый мамин запах. И всё привычно скручивается внутри. Лиза возвращает подушку с пионом на место и надевает новую перчатку. «Пора за работу». Существует раз и навсегда утверждённый порядок. Пока Яся гуляет с Катей и Федечкой, Лиза должна быстро убрать в их комнатах и привести в порядок кухню. А уж потом, когда Яся вернётся, а Владимир Сергеевич, напротив, уедет консультировать, можно будет заняться той половиной, где он принимает пациентов. Кабинетом, смотровой и процедурной. Даже когда он в отъезде, как сейчас, Лиза строго держится плана. Владимир Сергеевич ужасно храпит, а потому позволил жене отдельную спальню и даже разрешил обставить её по своему вкусу. Мягкие линии и ткани, пастельные цвета, фарфоровая балеринка на щербатом постаменте. Правда, Яся здесь почти не бывает. Обычно она днюет и ночует у Федечки. В комнате Яси Лиза спокойнее, чем в остальных. Но она не может находиться тут подолгу. Не выносит мягких прикосновений шёлка и плюша. Ощущение такое, будто с неё сдирают кожу, ладони подолгу соднят потом. Лиза развешивает отглаженную одежду по шкафам, чистит ковёр, вытирает пыль и сбегает на кухню. Кухня тоже хранит Яси на тепло, но здесь, кажется, нет ничего гладкого. Не слишком удобно убирать, зато доставляет Лизе массу приятных ощущений. Шершавый камень разделочной панели, неровное брошированное полотно обеденного стола, а самое главное – металлическая губка для мытья посуды. У Лизы много ритуалов, они помогают держаться на половой и даже немножко двигаться куда нужно. Покупка металлической губки – один из незыблемых столпов её бытия. Лиза всегда смеётся, думая о губке такими словами, но вообще дело именно так и обстоит. В каждый новый дом Лиза приходит с одной только губкой. И если у старичков Кузнецовых частенько приходится пользоваться ею, Евгения Николаевна видит плоховато и о пригоревшей овсянке узнаёт только по сильному запаху. То в Ясином доме, Лиза так и не научилась называть его иначе, в Ясином доме губка лежит совершенно нетронутая. Готовит Яся сама, и у неё никогда ничего не пригорает. А посуду вечером моет специальная большая машина. Кажется, кухня в Ясином доме – место, которое умудряется угодить обоим супругам. Просторная электрическая плита, шкафчики тёмного дерева, стены, облицованные уютной плиткой с пастушками, кораблями и мельницами. Она нарядная, как Яся, и современная, как нравится Владимиру Сергеевичу. И каждая вещь, не замолкая, рассказывает о том, какие счастливые здесь живут люди. К стенке прислонились разделочные доски, деревянные с выпуклым от долгого использования рисунком. Яся не разрешает убирать их в шкаф, держит на виду, и Лиза понимает, почему. На них очень приятно смотреть. Та, что поменьше – чёрная, а большая – почти рыжая, цвета молодого фундука. Края у досок неровные, кое-где сохранилась кора. Лиза гладит шершавый край, любуется плавными переходами цвета на поверхности доски. И вот уже Владимир Сергеевич, не торопясь, тоненько нарезает мясо. А Яся откупоривает бутылку вина. Владимир Сергеевич говорит что-то, и оба дружно хохочут. Яся буквально складывается пополам от смеха, и несколько капель вина выплёскивается на стол и на пол. Лиза съёживается, ожидая взрыва недовольства, но Владимир Сергеевич снова хохочет, отрывает от рулона несколько бумажных полотенец и аккуратно промакивает капли. А другой рукой тут же легонько касается кончика Ясиного носа, вздёргивая его чуточку вверх, и вот уже на её лице снова появляется улыбка. Постепенно, как проступает изображение на фотобумаге, опущенной в проявочную кювету. Катюша тащит из холодильника вишнёвый сок. Владимир Сергеевич достает из серванта третий бокал, наливает в него сока.